Покажите свое посвящение. Покажите. Вы не имеете права проводить обшуки без присутности наших адвокатов. Покажите, пожалуйста, мне наших адвокатов. Так начался рабочий день наших коллег с Думской ТВ. Офис телеканала был заблокирован на несколько часов. Руководство канала осталось внутри. Выходить из здания и заходить в него временно запретили. Вышел следователь. Человек, который так представился. Удостоверение мне не показывал. И говорит, я у вас сейчас заберу камеру. Я говорю, простите, я вас не знаю. Я знаю этого человека, это мой директор. Я исполняю его указания. Я буду снимать своего директора. Я снимал директора, как он общается с этими людьми. Потом человек, который якобы был следователем, сказал, что все, он принял решение изъять оборудование. Ко мне подошли три человека в таких плотных форме. Ну, понятно, что целовой момент. И говорят, отдавай камеру. Я говорю, почему я должен вам отдавать камеру? Мы журналисты, мы работаем в правовом поле, находимся у себя на канале. Документы, никакие следственные действия мы не снимаем. Мы снимаем. Я снимаю конкретно своего директора. Сейчас мы применим силу, тебя положим. Примечательно, что обыски провели после того, как нардеп Алексей Гончаренко, которого связывают с телеканалом Думская ТВ, призвал директора НАБУ Артема Сытника уйти в отставку. Поводом стало внесение последнего в базу коррупционеров. Как отмечают журналисты, нагрянут на телеканал, сотрудники НАБУ с журналистами не церемонились. Неоднократно применяли к ним физическую силу. К нам в крайне грубой форме, с применением насилия. Вот прямо здесь, в этом коридоре нас оттеснили, меня, Виталика, хватали за руки, на нас повисло несколько человек, толкали, забрали просто из рук камеры телефоны и пригрозили больше так не делать. Это противоречит, в их ухвале не написано ни одного слова о том, что они вправе блокировать помещение, а только лишь производить здесь следственные действия. Их интересовала деятельность, связанная с юрлицом, которая здесь не расположена, не является там ни бенефициаром, ни частью, ни инвестором этого телеканала. Чуть позже выяснилось, антикоррупционеры обыскали телеканал в рамках расследования дела о приватизации так называемой дачи морозлей на Лидерсовском буйваре. Якобы фирма, которая зарегистрирована на формального владельца канала, экс-главу облсовета Михаила Шмушковича приобрела этот дом по одной цене, чтобы вскоре перепродать подороже. Следствие считает, что документы о продаже могут находиться в редакции, поскольку фирмы и каналы одни и те же собственники. Слідчі дії санкционированы, их совершают в межах расследования возможных вложений службовых людей Одесской облорады под час продажи у вересня 2018 року нежитловых примещений за адресою Лидерсовский бульвар 13 в Одессе на користь товариства с обмеженными педальностью «Крок вперед». Метою проведення слідчої дії в примещенні, яке наразі зараз використовує ТРК Думска, є пошук документів щодо передачи права властности на нежитловые примещения за адресою Лидерсовский бульвар 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходити за адресою вулиця Канатна, 10, через те, що зазначенні СМІ та товариства з обмеженными педальностью «Крок вперед» мали одних і тих самих під офіційних власників. Но аргументы НАБУшников журналистов не удовлетворяют і розценивають события на Канатна як попытку политически надавити на учріді телеканала і придушити свободу слова в Одесі. Як ви розумієте, НАБУ не має нікого відношення к коммерческим телеканалам, але і коммерческі телеканали теж не мають нікого відношення к корупції. НАБУ дожна розслідувати корупцію топ-чиновників, а не заходить на коммерческий телеканал і отрубати їм ефір. Не є ли це 171-й статтєю «Препятування закону журналистської деятельності»? В результаті журналист не п'їхав на сейсу облсовета, а знаходиться зараз тут без камери. О ситуации с обысками на телеканале говорили і Верховна Раді. Фракція «Европейська Солідарності» считає действия НАБУ незаконними, а обыски называють местью за позицію партии по отношению к деятельності органа. Вінуждено і видно, що неохотно прокомментировав вторження антикоррупціонерів і губернатор Максим Куцей. Я понимаю, що, наскільки я понимаю, там проходят оперативні действия, обыски і подобного роду мероприятия. Ми в курсе событий, але на деятельність правоохранительних органів ніколи не влияємо, тому просто информационно ми уведомлені об цьому. Кобеду сотрудників телеканала, наконец, спустили в офіс, і робота Думська ТВ була возобновлена. Журналистський коллектив намерен заявлять о превышенні полномочій сотрудниками НАБУ, які привели к срыву робочого процеса. Светлана Довжук, Константин Нищерет, Телеканал «Репортер».